Сигналы СОС уже не первый год посылают жители микрорайона Бондарка. Берег все уже, а вода все ближе. Скоро Печора подберется к самим домам. Каждый год в период половодия происходит очередное разрушение береговой линии. В последние годы ситуация стала критической. Пока все обращения местных жителей в разные уровни власти результатов не принесли. Как быть? Подробности в следующем материале. Я бы хотел, как говорится, от имени всех жителей Бондарки послать всем органам власти СОС от жителей Бондарки. Потому что ситуация критическая. И куда нам больше обращаться? Александр Хабаров в отчаянии. В этом году во время половодия берег рядом с его домом снова стал обрушаться. Ледоходом занесло льдины прямо на приусадебный участок, зацепило сарай. И это при минимальных уровнях воды. Что будет дальше, даже страшно представить. Я обращался с 2014 года официально. Я обращался, все задокументировано на все органы власти. Муниципальные, региональные. Вот это я обращался в органы власти. Все эти письма, запросы, ответы. Пока что нет такого? Ну, пока реально ничего такого нет. Сосед Александр Владимир семь лет назад построил здесь дом своими руками. Теперь каждую весну переживает, чтобы не смыло. Берег моют каждый год. В этом году вода малая, лед принесло. Видите, как у соседа все размыло. Прямо лед заскочил уже на ему площадь. Решаем вопрос, как дальше жить, укреплять берег. Обращаемся каждый год в администрацию. Куда еще пишем? В прокуратуру писали. Ну, все этим вопросом занимаются. Ну, не знаю, дальше что будет, не знаем. Надеемся на лучшее. Всего в регионе семь населенных пунктов, где и с берега укреплением сложилась непростая ситуация. Три из них в ОМИ, НИСИ и микрорайоне Бондарка требуют принятия первоочередных решений. Мы планировали провести проектные работы на берегу укрепления еще в прошлом году. Но в результате совместной работы главного федерального аспектра, прокуратуры, администрации округа был направлен административный иск в отношении Двенопечорского бассейна управления. Это федеральное агентство водных ресурсов, которое, в принципе, отвечает за Печору. По результатам того, что данный иск был удовлетворен судом и апелляцию также принял в сторону прокуратуры, то федеральное агентство водных ресурсов обязали провести работу по берегу укрепления. В настоящее время юридически ответственность за берега укрепления, в том числе и в микрорайоне Бондарка, закреплена за федеральным агентством водных ресурсов. Согласно федеральному законодательству, к его полномочиям относятся владения, пользования, распоряжения водными объектами, находящимися в федеральной собственности, а также меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Федералы обязаны провести все необходимые работы, в том числе проектные, чтобы спасти дома и приусадебные участки жителей от обрушения. Тем не менее, администрация региона параллельно разрабатывается резервный сценарий. Если у жителей данной улицы будет желание получить жилищный сертификат под расселение или компенсацию стоимости для того, чтобы переехать в другое место в городе, ближе к центру, к примеру, то совместно с Минстроем, Федеральным агентством водных ресурсов, мы планируем, губернатор планирует под общей встречей, проработать вопрос о том, чтобы для тех населенных пунктов, где береговыкрепление невозможно или излишне дорого, стоит несколько миллиардов, при том, что всего несколько домов страдают, то предоставить компенсацию для того, чтобы можно было осуществить переезд. На федеральном уровне региональную проблему береговыкрепления лоббирует депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. По его словам, решение ищут с 2017 года. Но на федеральном уровне в настоящее время в приоритете оказалось решение проблем на Волге, где сложилась катастрофическая ситуация. По указу президента Печора включена, майский указ президента, после Волги под науглубление. Но сейчас все деньги федерация выбрасывает на Волгу, потому что там ситуация катастрофическая с Волгой у нас. Массово гибнет рыва. В этой ситуации у меня МПС много подготовлено, совместно с исполнительной властью проработали. И сейчас решение такое, я думаю, очень правильно сработало у нас исполнительная власть, департамент природных ресурсов, когда совместно с прокуратурой подготовили официальное обращение, исковое заявление. Есть решение уже судов. Поэтому теперь, я думаю, что после решения уже суда из первой инстанции, второй, я думаю, что они на третью станцию пойдут, на касацию. На это решение мы все равно добьем. Надеемся, что это решение будет принято. Уже по решению суда, безусловно, они обязаны будут уже вот эти деньги выделять. И теперь жители Бондарки надеются, что наконец-то их берега оденут в бетон. А они сами перестанут с волнением ждать очередного ледохода. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север.